Доброе утро всем! Сегодня у нас 6 октября. Если я не ошибаюсь, посмотрите на мою ванилку. Какая она красотка! Эта ванилка у меня растет в тени, при том почти что в полной тени. Немножко попадает на нее солнышко и до сих пор она такая вот красивая. Та ванилка, которая у меня растет на солнышке, она уже стала коричневой. Я сейчас покажу, я уже ее обрезала. Цветочки я не выкидывала. Посмотрите, какая она хорошенькая. Что я буду делать, какие работы я буду проводить в октябре. Обрезать вот эту красоту я не буду, до последнего прям пускай стоит, цветет. У меня есть вот такие вот опилки. Опилки эти у меня из сосновых досок. Из чего Серега делает лестницу. Естественно, выкидывать я не буду ее. Я набрала пакет и коробку. И сейчас я замульчирую свою гортензию. Что она даст? Во-первых, она прикроет корни. Но вы не думайте, она не вымерзнет абсолютно, ей не будет холодно, если ее не прикрывать. Но опилки на следующий год начнут преть и тем самым преть, подгнивать и тем самым подкислять почву. Что и нужно нашей красавице. Вот таким вот образом я ей дала опилочек и пусть дальше растет красоточка. На следующий год она будет еще красивее. Обрезать в зиму я свои гортензии не буду. Так они у меня уйдут. Единственное, что сниму вот эту вот красоту попозже и подвяжу. Но это вам еще потом покажу. Сейчас еще рано, у нас еще тепло. Красиво. Вот наша гортензия фантом, которую мы посадили в горшочке. Смотрите, уже все, осень. Листочки у нее опадают. Листву из-под нее я убирать не буду. Тоже как бы своего рода будет удобрение. Подгнет. На следующий год мы его отсюда уберем, этот горшок и посадим. Посадим в другое место, потому что сюда подсадить не получится. Здесь плохая земля. Весной покажу, как я буду ее обрезать. И то, что я буду обрезать, я еще это возьму на черенки. У меня будет вот только много посадочного материала. Вот так вот тоже я ее замульчировала. Теперь ей будет тепло. Шапочки тоже цветоносики я попозже отрежу. Пусть пока какая-то красота, но сохраняется. Вот моя красавица Кушу. Если я правильно говорю. Я называю Кишью. Не могу я выговорить по-другому. Смотрите, у нее какие хорошенькие. Она еще не желтеет, вовсю растет. Вот такой вот получается поздний сорт. Если помните, она была беленькая, сейчас пожелтела. И вот полностью становится розовый. Она тоже у меня растет в горшочке. Ну да, в ведерке. Только я ее глубоко в ведерко прикопала. И тоже сверху немножко ее сейчас замульчирую. Замульчирую. Сломанная веточка. Я ее сейчас попробую воткнуть. Вот слизень. Я вот первый раз, если честно, вижу здесь слизни. Никогда их не было. Фу, какой противный. Иди отсюда. Так вот рядышком просто воткну. Ну, понимаешь, что это ничего не даст. Ну, пусть. Такая красивая. Девочки, а вот мои черенки гортензий, которые мы с вами укореняли. Я их хотела в стаканчиках воткнуть, но я все-таки их перевалила. У них была большая корневая. Смотрю, сломалась. Так вот досочками отделила, чтобы не забыть. Вот их я сейчас очень хорошо укутаю. Таким вот образом. Их надо укрывать, эти маленькие череночки. Думаю, что им будет холодно, чтобы они не подмерзли. Вот так вот я их укрыла. Смотрите, что покажу вам. У меня был не тем, что черенок, а оставалась палочка гортензии крупнолистной. И я ее просто воткнула где-то с месяц назад. И знаете, она там живая. Тоже сверху вот так вот еще одна. Сверху вот так вот накидаю. В принципе, здесь у меня такое место хорошее. Здесь много снега возле забора набирается. Пошлите дальше. Вот, в мороз иду, покажу вам розы. Красоточки. Вот они, мои красавицы. Хризантемки. Вдалее тоже вон розочка сидит. Такая красивая. Здесь тоже у меня гортензия. Это коробочный вариант. Естественно, она слабенькая. Можно было бы ее обрезать. Сорт я не помню какой. Но, боюсь, как бы она не перезимует. Поэтому оставлю. Тоже похоже, как на фантом. Это ее постоянное место. Ну, конечно, если она выживет. Вот моя ванилка красавица, которая большая такая цвела. Вот ее цветоносики. Смотрите, какие стали. Просто я ее обрезала. Листочки у нее пожелтели. И все, все поотваливается. Здесь вот новые кочки. Она уже готова к зимовке. Готова отдыхать. Вот у меня сорт тоже, походу, это Кишью. Ну, пусть будет Кишью. Вот, который у меня растет практически в тени. И видите, она не успела распуститься. Ну, почему-то у меня такое ощущение, что это просто другой сорт. Не знаю точно. Она у меня замульчирована хвойным опадом. Куры, которые предкидали. Добавлю ей опилок. Она здесь сидит на постоянном месте. Лишнее не будет. Начнет предгнить и подкислять как раз красавицу. У нее стволы толстые, хорошие. Видите, она уже желтеет. Скорее всего, это другой сорт. Вот наша фрейс-мальба, которую я сажала с открытой корневой системой. Видите, она все-таки как долго болела. И вот те листы, веточки, которые сломались, начали заново вегетировать. Это, конечно, не очень хорошо. Ничего страшного. Тоже она у меня мульчой, хвойным опадом. Ну, подкислю ее немножечко. Ну, весной, я думаю, она пойдет хорошо. Вот эти вот все веточки тоненькие. В принципе, их можно все удалить. Они не нужны. Они очень тонкие, слабые, внутрь, которые растут. Тоже весной я все поудаляю. Почему я делаю это весной? Во-первых, я возьму череночки, много посадочного материала. Во-вторых, я посмотрю, что перезимовало, удалю. Ну, естественно, тонкие, слабые веточки. Те, которые подмерзли, бывает, да, что подмерзают. И оставлю самые сильные веточки и сформирую, чтобы у меня был или крупные цветы, или много мелких. Ну, под настроение. Посмотрим, какое будет настроение. Вот этот сорт, я тоже не знаю, что за сорт. Но такое ощущение, что у меня все практически одинаковые сорта. Тоже она растет на постоянном месте. Она здесь и останется у меня. Вот этот у меня малыш, полярный медведь. Тоже уходит в зимовку. Он у меня, кстати, не замульчирован. Надо его замульчировать. Кустик небольшой. Получается, ему, этому кустику, от черенка, вот два года. Вот так вот он нарос. На следующий год он хорошо возьмется в силу. И вот вообще это не полярный медведь. Походу, я перепутала черенки, потому что, видите, какой он красненький. Надо все подписывать. Я все надеюсь на свою память. А у меня ее нет. Вот. Хочет свести, красавец. Но уже поздно совсем. Вот так вот хорошенько я его замульчировала, чтобы ему было тепло и хорошо. Вот такой вот у меня красавец. Тоже уже уходит в осень, начинает желтеть. Но все равно такие маленькие-маленькие цветочки у него еще остались. Вот этот кустик я покупала как фантом. Но вижу, что это совсем не фантом. Мы с вами вместе его сажали. Видите? Ну и что? Все равно он красивый. Вот тут тоже есть вот такие вот побеги, которые можно удалить. Они даже сухие. Вот они. Кому удобнее, можете сделать, конечно, это осенью. Ничего страшного. Но я буду делать это весной. Здесь вот у меня сидит древовидная гортензия. По-моему, пинка. Ну, короче, знаю, что она должна быть красная. Она у меня нормально, хорошо росла. Видите? У нее хорошие такие прям стволики толстые. Но почему-то потом начала пропадать, пропадать. Я думаю, ну все, пропал. Ну нет, наросли новые у нее кустики. Надо подмочировать ее. Новые кустики наросли не так давно. Пустили листочки. Ну, весна покажет свое дело. Ну и вот такой вот малышни у меня очень много. Это лайнлайт. Насколько я помню, тоже какой-то он весь косой и кривой. Но весной его поправим. На той кумбе, которую... Сейчас я вам покажу. Вот тоже кустик хороший. Это тоже партнер. Вот коробка полетела. Сейчас снимаю. Вот кумба, которую мы с вами вместе делали. Вот они сидят гортензии. Вот которые у меня утки сломали. Видите, как у нее наросла зеленая масса. Конечно, это хорошо, но уйдет, уснет. Вот это вот здесь чудо. Лунное сияние. Ну, надо смотреть. Здесь у меня сорта все написаны дома на листочке. Все прекрасно себя чувствуют. Куры вот раскидали все и мучу. Ну, я потом добавлю. У меня есть хвойный опад. Такой вот у нее красивый, смотрите, бордовый стволик. И листья такие огромные тоже, видите, сломалась. Здесь вот у меня девичий виноград. Вот он вообще здесь не нужен. Ну, заодно мимо проходила, зашла в теплицу, показать вам свою петуни. Смотрите, новые череночки наросли, но также у них длинные междоузлия. Еще и вдобавок мучнистая роса, потому что здесь сыро. Вот они, видите, череночки крохотные совсем. И здесь вообще нет. Ну, зато цветет. Скорее всего, мне придется красопедка. Все их обрезать опять под ноль и забирать домой. Ну, пока время есть, подожду. Полью их сегодня монофосфат калием. Все такое некрасивое стало. Осень. Ну, ничего, весной будет красиво. Вот мои принцессы. Честно сказать, не знаю, что с ними делать. Сарайка маленькая, холодная. Боюсь, что они у меня замерзнут. Думаю, всех их перерубить и жалко рубить. Нестись они уже у меня не несутся. Все, одним днем перестали нестись, как начались холода. Нестись не несутся. Как вы думаете, выживут они в этой сарайке своей? Ну, естественно, дверь Серега поставит, как время будет. Жалко рубить. Буду заканчивать на этом своем видео. Всем большое спасибо. Идите, кто тут? У меня тут наглая курица есть. Вот ты, что ли? Кто меня смотрит? Всем пока-пока. Девочки, сказала вам пока-пока. И решила посмотреть, что у меня в курятнике. Ну и как тут их зарубишь-то? Как? Четыре яйца, и там он еще сидит, курица. Сейчас я ее закрою, чтобы она меня не испугалась. И уйду. Нет, надо утеплять сарайчик. Пускай он маленький. Будет им, конечно, тесновато. Ну, как их таких зарезать? Продолжение следует...